12 марта 2022 года ваннагаса и макарача алиотхия утренний класс после мангаларите и так кто бенгали так прежде всего я предлагаю свои смиренные поклоны я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам мои гурупад падма нитя лила правишну штопат ашту тарасатаси симат бхакти виданте бхакти виданте бхакти виданте с вами махараджу всем старшим преданным всем вишнавам башнаве и собравшимся здесь гостям мы необычайно удачливы что мы прибудем к храму алиотхия дхамма among of the seven является одной из семи мокша дхайка дхам мокша дхайка что означает дхамма мокша дхайка 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 дх Освобождение означает два вида. Освобождение. Это означает, как обусловленным душем освободиться от материального... Это называется освобождение мукти. Аттан те ки дукха нибритти ревхо-хи мукти. В Аттан те ки дукха нибритти ревхо-хи мукти означает освобождение от всех видов беспокойств и несчастья. Дукха. Это означает мукти. Вначале мы получим освобождение от всевозможных болезней и беспокойств. Если вы страдаете какой-то болезнью, вы хотите освободиться от этой болезни. И сейчас вы все боитесь. Коронавирус. Корона или коронавирус. Сейчас все во всем мире опасаются этого вируса. Корона. Никто не хочет короны, милости. Но Бхактин Тхакур поет в этой песне. Кандиа, Кандиа, Пранадараки, Бо, Ара. Итак, мукти означает освобождение от всевозможных беспокойств и несчастья. И также другое значение мукти, освобождение, Атмандзи Эйк. Вишну Ангри Лабанги Мукти. Вишну Ангри. Ангри means лотосные стопы Господа Вишну. Чтобы достичь лотосных стопы Господа Вишну, это называется мукти. Это называется освобождение. И другой вид освобождения, это называется освобождение от всевозможных видов страданий и несчастья. И также от всевозможных телесных бедствий. И тот, кто осознал свой трансцендентный образ, свою сида деху, и напрямую служит Божественной Читле Шиширады и Кришны, это называется мукти. Как говорится в этой шлоке, Са Сварупа. Тот, кто осознал свой вечный трансцендентный облик, сида деху, и в своей сида дехе он напрямую служит своему Иштадеву Божественной Читле Шиширады и Кришне, это называется мукти. Итак, существует всевозможные определения, что же такое мукти. Какое определение ты знаешь? Я описал три освобождения мукти. Вы поняли или нет? Какое освобождение вы хотите? Мукти-джханадха-ропам. Са Сварупына-бьявастити-мукти. Он оставил все виды. Оставил все виды. Чадр в этой Кунжешвари Гурдеву на коленке постелить. Он у нее новый, красный. И он, кто реализовывает его transcendental конституционно форма сида деха. И напрямую служить Божественной Читле Шиширады и Кришне, это высочайшая форма мукти. Потому что обычно люди, когда они слышат это слово мукти, освобождение. Мукти означает войти в Брахман. Это называется Брахма Сайюджа. Единение с Брахманом. А также есть Параматма Сайюджор Иссор Сайюджор. Марс и Параматма Сайюджор. То есть это соединение с Господом. Вхождение в Господа. Это называется Параматма Сайюджор. Но Гаудия Ваишнава, те, кто пришли в линию Господа, читай Нимаха Прабо. Они принимают мукти. Третий вид мукти. Са Сору Пирина Браваса Ти. Мукти. В наших шастрах описывается, что есть семь мукши Дайка Дхам. Сколько? Семь. Какие? Матура Каши. Айодхи. Канчи. Канчи Пурам. Это Южная Индия. Айодхи. Каши. Каши. Это Бенареш. Айодхи. Канчи Пурам. Находится в Южной Индии. Затем Майапур. Здесь Майапур означает Нинаевадвипадхама. Канчи Пурам. Майапур означает харидвар. Это Харидвар. Это Майапур. Каши. Канчи. Майя. Матхура. Матхура, Айодхи, Айодхи, Айодхи Дхама, необычайно могущественно, но высочайшая, Мокша Дайка Дхама, это Матхура, Матхура Деви, она является царицей Кришны. Рупа Гасвами Пад прославляет Матхура, Матхура Махатмия. Если вы отправитесь в Матхуру, то вы тут же освободитесь от всех видов материальных привязанностей. Даже если коснуться пыли Матхуры или просто вспомните о ней, то все ваши грехи естественным образом будут уничтожены. Матхура, 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 просто произнося ее имя, вы освободитесь от всех материальных привязанностей. Чила Рупа Гасвами Пад так прекрасно объясняет, что Матхура Деви является в Патране, она сидит на троне, Симхасане. И все другие Мокша Дхамы приходят, и поклоняются лотосным стопам Матхура Деви. Дхамы, дхамы, всевозможные дхамы. Дхамы означают, то есть господствующие божества Дхамы. Это называется Дхама Адхиштатри Девата. Дхама Адхиштатри Девата, Приджатри Девата. То есть господствующие божества Дхама поклоняются лотосным стопам Матхура Деви. Айодхха, even Ajodha Деви. Но, что она делает? Она держит зонтик над головой царицы Матхуры. Айодья держит зонтик в перспросили вот грудью. И Каши, Бенарас, Бенарас. Айодья Бенарас, Кашин. Каши, she also took the shoes of Матхура Деви. Обувь Матхура Деви предлагает ей. Канчи. Канчи-дхама. Господствующее божество Канчи. She also holding the... What is called? ...плевательница. And throwing that. То есть, она держит вот эту плевательницу, когда Матхура Деви... ...in Russian, плевательница. We are not chewing the... ...but when it's better not chewing, то есть, она вот сплевывает. What is called name? Split or place? Split bucket. Split bucket. Split bucket. Split bucket. Split bucket. So that means, Матхура Деви, she's the topmost. We are the topmost. We are the topmost. The Muttam Sanatka was the topmost. Also explained, without receiving the mercy of Muttura Devi, no one can enter in Vrindavan. The mercy is to go to Vrindavan. No. No. First you have to receive the mercy of Muttura Devi. No. And Gop Kumar, he told his own life history, he decided to Janna Sharma, Mathura Brahmana. Hey, Mathura Brahmana, oh, Mathura Brahmana, listen to my life history. Gop Kumar, he told. So, first, you have to go to Mathura. And, personally, you have to take Asman in Joguna, Vishramgat. Because Vishramgat means it. Vishramgat. Vishramgat means it. Vishram is integrated. That means, after killing Kamsa, Vishramgat means it. Krishna and Balram, he came in Joguna, and he also took a bath in the water of Joguna. Then, Krishna, he took rest on the bank of Joguna. Then, Krishna, he took rest on the bank of Joguna. For this regard, that message is called Vishramgat. Vishramgat. Vishramgat means it. That means, you have to take Asman in the river of Joguna and Vishramgat. Then, you go to Vrindavan. And, before going to Vrindavan, you have to pay your senses, you have to take Asman in the river of Joguna. You have to take Asman in the river of Joguna. And, you have to take Asman in the river of Joguna. And, Madhura Devi will give permission. Otherwise, you cannot go to Vrindavan. And, most of you are not going to now. Hey, Madhura. We are going to Madhura. But, first, you go to Madhura and touch the dust of Madhura and pray to Madhura Devi. Then, you will qualify to enter in Vrindavan. This is the process. Dham Parikrama it is. So, now, we have come among the seven Mokcho Daika Dham Majodhya. Majodhya is very powerful Dhamma, because Ramachandra is a Dhamma. And, Lampson has established rules and regulations of the scriptures. That is called Vidhi Bhakti. Vidhi Bhakti. Actually, try to understand, Vrindavan Dham, that is called beyond of rules and regulations. are Madhura, Ajodha, Dharaka, all Dhamma is called Vidhi Bhakti Dhamma. All they are following the rules and regulations of the Shastra. So, or Yodha, that is Vidhi Bhakti Dhamma. So, Ayodhya. Ayodhya from theajodha Dhamma is a platform, because here, Lord Ramachandra, he is born in Ajodhya, and all the rules and regulations, he followed all the rules and regulations. Тот, кто следует всем правилным предписаниям, Священных Писаний, Видхимаргу, Он становится квалифицированным, чтобы войти во Вража Рагануга Бхакти. Если вы не следуете правилам и предписаниям и просто прыгаете во Рага Бхакти Вриндавана, это невозможно для вас войти в царство Вража Прима. Тот, кто следует всем правилным предписаниям, Видхимарга, То есть, по без причинной милости Вриндавана Дхамы или Вриндавана Чандра Кришна, вы можете войти во Вриндавана Дхамы. А те, кто не следует никаким правилам предписаниям, Шастра, и они совершают Бхаджану и Садр, они никогда не войдут во Вриндавана Дхаму. Шрути Смрити, Нарадади, Панчаратки, Глингвина. Как говорится в этой шлоке, Ари Бхакти, необычно редко дурлабха. Не так-то просто. Те, кто не следует правилам предписаниям, Шастра, они думают, что мы одноправленные. Таким людям кажется, они мы одноправленные. Шутри Смрити, Нарадади, Панчаратки, Глингвина. Айкамтики, Харирбхакти, Утпадки, Кевалам. Те, кто не следует правилам предписаниям, им кажется, что мы Бриджабаси, но они не знают, кто такие на самом деле Бриджабаси. Понимаете, что значит Бриджабаси? Но те, кто живет во Бриджабаси, их зовут Бриджабаси. Но Шила Бриджабаси объясняет, Бриджабаси — это Рупа и Санатана. Они являются совершенными Бриджабаси. Понимаете? Такой бхакти называется Утпаду Кевалам. Утпаду Кевалам. То есть, такой бхакти создает только лишь беспокойство в обществе. Если вы хотите практиковать бхакти, то вначале вы должны следовать всем правилам предписаниям в священных писаниях. Это называется Шастра Шасанамай. Иначе, как возможно, обрести освобождение и осознать свой вечный трансцендентный образ. Так вы сможете служить Божественной Четящей Раде и Гришне. В этом случае Шастра говорит, что все правила и регуляции в священном писании. Сколько правилам предписаниям в священном писании? Сколько правилам? Чтобы следовать бхакти? Если вы хотите следовать бхакти, сколько правилам вы должны следовать? Ливананда. 64 правилам. 64 правилам. Какие? 64 правилам. 64 правилам. Это называется 64 лимс. Бхакти. Аду Гурупадашв. Но, но, на самом деле, на самом деле. Это называется Гурупадашв. Аду Гурупадашв. Дикха-сикха. Висрам-бхеном. Гурупадашв. Сирир. 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 Гурупадашв. Гурупадашв. Дикха-сикха. Сирир. 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 Осенней. Накоплять звезды, схемы сирир. Сирир и шрамы. Это даже еще более важно. Гуру Сева. Одну, другую, 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 другую. Никто здесь. Би-срам-бхе-ну, Гуру Сева. Вы должны уверенно служить Гуру Сева. Сокровенно служить Гуру Деву. Гуру Сева необычайно важна. Гуру Сева. Гуру Ништха. Деви-скаута. Это позвоночник нашего Бхаджана и Саддана. Гуру Чари Говинда Бхаджи. Сэй-папи-на-рак-я-мази. Тот, кто оставляет своего Гуру и совершает Бхаджана Саддана, то после своей смерти он отправится в ад. Гуру Сева. Гуру Сева. Гуру Чари Говинда Бхаджи. Сэй-папи-на-рак-я-мази. Гуру Сева. Гуру Сева, Гуру Сева Говинда Бхатя. Сэй-папи-на-рак-я-мази. Гуру Сева, Гуру Сева Говинда Бхаджи. Если вы будете служить Гуру Деву, то вы достигнете своего высшего совершенства, такого Гуру Сева. Есть два вида Гуру Сева. Один это Вапу Сева, и другой Ваня Сева. Вапу Сева означает физически служить Гуру Деву, это Вапу Сева, понимаете? А Ваня Сева, слушать Харикатху от Гуру, и проповедовать ее, рассказывать по всему миру, это Ваня Сева. Ваня Сева очень важна, потому что если вы будете слушать Харикатху от лотосных уст Гуру, то к вам придет осознание, опыт. Потому что если вы говорите Мат-Гуру, Джагат-Гуру, Маннатха, Джаганатха, то есть мой Гуру Дев, он лучший, это Гуру всей Вселенной. А мой Иштадев, Господь, он самый лучший, также он Господь всей Вселенной. Вы знаете, кто ваш Иштадев? Поклоняй вашество. На самом деле вы не знаете, кто ваш Иштадев? Поклоняй вашество. Но вы не знаете, кто ваш Иштадев, но совершая бачану садхину, постепенно освобождаясь от Анардха, проходя Анардха не врите, вы постепенно осознаете, кто ваш Иштадев, Рамачандра или Кришна. Четана Чретамритти, Кришна Рамачандра, Крикшена Рамачандра, объясняет, что жил один Браман, и множество лет он поклонялся Господу Рамачандры. Но когда Господь Читани Махапрабху прибыл в его ашрам, тогда он не смог повторить Рама Сита. Он естественным образом начал спевать Ре Кришна. Тогда этот Браман спросил Господа Читани Махапрабху, «С самого начала моей жизни я всегда воспевал Рама-нама, но когда я увидел твой лик, Махапрабху был очень красивый и красивый». С того самого дня Рама-нама не проявляется у меня на языке, почему? И тогда Читани Махапрабху сказал, «На самом деле твой Ишта-дэв не Рама, понимаете?» До этого он думал, «Мой Ишта-дэв, который мой Ишта-дэв?» Рама-чан-дэв. Господь Рама-чандра, и поэтому он поклонялся Рама-чандре, но, общаясь с Господом Читани Махапрабху и слушая Харикатху и освободившись от всех видов анардх, нежелательных вещей, он осознал, что Ишта-дэв — это Радха и Кришна. Вначале вы должны постараться освободиться от всех видов анардх. Анардха не в рите, и когда ваше сердце станет полностью чистым, и в нем не будет никаких анардх, нежелательных вещей. Душкрити ута анардха, бхакти ута анардха, аппарат ута анардха. Сколько видов анардх существует? Четыре вида анардх. Душкрити ута анардха, сукрити ута анардха, бхакти ута анардха. Душкрити ута анардха — это означает, в предыдущих жизней вы очень много грешили, и поэтому всевозможные беспокойства, болезни к вам приходят. Поэтому такого рода анардха называется Душкрити ута анардха. Сукрити ута анардха. Если вы немножко будете практиковать преданное служение Господу, то вы обретете столько, ну, как бы, возможностей. Сукрити ута анардха. Потому что даже если проблеск, бхакти, пресс в вашем сердце, то тут же к вам придут все благоприятные условия, возможности. Просто поставьте тилак, и все будут вам давать фруктики, цветочки, касаться ваших лотосных стоп. Бхакти-сто-и-три-вата, бхагам-джути-сад, дебина-кришна-мурти, мукти-санг-мукта-анжули, самути-севути-асман, дхарма-арта-камма-мукчхая, самая, пратикши. Если немножко бхакти проявится в чем-либо сердце, то есть бхактавас. Мукти-деви, она обхватит ваши лотосные стопы и будет молиться о слушании. Дхарма означает религиозность, дхарма. Это экономическое развитие, так же вы это получите. Четвертое. Кама. Бхакти-схрата-бхагам-джути-дхарма-арта-камма-мукчха, самая, пратикши. Кама. Кама. Здесь означает, Всевозможные виды материальных желаний будут исполнены. Бхакти-деви очень могущественно, она вам дарует все. Бхакти-деви вам все даст. Даже Мукти-деви придет к вашим лотосным стопам и спросит, как мне послужить Тебе? Итак, Бхакти-деви необычайно, могущественно. Это означает, что я хочу установить такую философию. Если вы отправитесь в Айодья-даму, место явления Господа Рамачандры, то Бхакти-деви тут же проявится в вашем сердце. Потому что Господь Рамачандра Санатангасвампад и Санатангасвампад объясняют. У Господа есть три наиважнейшие инкарнации. У Господа очень много воплощений, но три из них очень важны. Нарисимхадев 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 Высочайшая стадия инкарнации Господа Нарисимхадев Нарисимхадев необычайно, могущественный Потому что Господь Нарисимхадев Турдаши, 6 апреля, говорят. 6 апреля или 7 апреля? Нет, нет, 6 апреля. 6 апреля, я думаю. Рамичандраджи, апреля, приезжает на 2 апреля? 2 апреля. Рамичандраджи. 2 апреля. Нишинхадев. 6 апреля. 6 мая, возможно, Гурдово говорит. Нишинхадев, Рамачандра и Кришна. Это параваста. Инкарнация. Три важнейшие проявления Господа. Почему? Потому что у них очень много любви к своим преданным. У Нишинхадева, у Нишинхадева, у него столько любви к своим преданным. Поэтому Нишинхадева называют Бактаватсалем. Господь Рамачандра. Господь Рамачандра. У него очень много любви к праджаватсал. У него очень много любви к жителям своего государства. Раджаватсалла Бхагавана, Рамачандраджи. А у Кришна, также очень много любви к своим преданным, в особенности, у него очень много любви к своим праджаватсам. Те, кто являются вечными спутниками Господа Рамачандры. А у Кришны, у него столько любви к жителям, праджаватсам. Как у Джаганат Хабархаваси, он очень любит жителей. Джаганат Хабархаваси. Лакшман, the incarnation of Лакшмана. Это называется Рамануджайчарья. Рамануджайчарья is the incarnation of Лакшмана. Рамануджайчарья. Однажды, Рамануджайчарья, когда он стал управляющим храма Джаганатхи в Джаганатхапуре, он заметил, что в храме Господа Джаганатхи не следуют служители панды Пуджарья. Они не следуют всем правилам. Они жуют их бетелей, плюют его повсюду. Я не знаю, кто-то на стену плюнул. Мне кажется, что это непреданный. Я пришел и увидел, как так можно было вообще? Вы видите? Плевок пана. Где? На зеленой стене. Ау, реально, как так можно? На зеленую стену, на зеленую стену. Вы понимаете? Когда Джастайорсиквей, Рамануджайчарья, это инкарнация Лакшмана, младшего брата Рамануджайчарья. Он видел, что сэваки, те, кто поклоняется Господу Джаганатхи, они не следуют всем правилам. Иногда они жуют пан, орех бетелей. Вы это видели или нет? Очень часто они его жуют. Рамануджайчарья очень разогнелся на из-за этого. Он видел, что они не следуют всем правилам в виде марга. И Рамануджайчарья остановил их поклонение Господу Джаганатхи. И тогда все эти брахманы, Джаганатхапури, стали молиться Господу Джаганатхи. С самого детства мы поклоняемся Тебе. А сейчас пришел новый управляющий храмом, и он остановил наше поклонение твоим лотосным стопам. И Господь Джаганатха очень разгневался на Рамануджайчарью. Ночью, когда Рамануджайчарья, он спал на своем паланкине на кровати. Тогда Кришна Баларама взяли его паланкину и закинули в Южную Индию и поместили в Рам Шилы. И Рамануджайчарья очнулся и увидит, что он спит в храме Шилы. Рамануджайчарья, они очень строги в том, что они скорее умрут, но они никогда не войдут в храм Шилы. И когда Рамануджайчарья, он открыл глаза, он увидел, что он спит в храме Шилы. И Рамануджайчарья спросил Джаганатха, «Джаганат, в чем моя вина? Зачем ты меня сюда забросил?» Тогда Господь Джаганатха сказал, «Ты совершил оскорбление Моем Дхамавасе, Джаганатхабасе, поэтому я выбросил тебя оттуда». Тогда Рамануджайчарья спросил, «Ну ладно, я совершил оскорбление, вот и с наступом Джаганатхабасе». «Ну зачем ты меня поместил в храм Шиваджи?» Тогда Господь Джаганатха сказал, «На самом деле это не храм Шивы, это храм Курмачал, Курмадева, Бхагавана, Курма-аватара, воплощение Кришны, как черепаха, Курма». Но в то время люди подумали, что это вот этот Такураджа, это как будто Шива, и Шива лингам, и они поклонялись ему как Шиве. И тогда Рамануджайчарья объяснил служителям этого храма, что это не храм Шивы, это храм Курмадева, Бхагавана, Вишну. Я говорю о том, что Джаганатхабасе, он так сильно любит своих Дхамаваси. Таким же образом, Сиданин Бхагавапрабху, он очень любит своих Дхамаваси, Навадипаваси, Гора-дхам. Я говорю о том, что Джаганатхабасе и Гора-дхам, лагаваси. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На берегу Ганге Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но Вриндавана Дхама Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok